Каждый год на дорогах России происходят дорожно-транспортные происшествия с участием животных. И, к сожалению, аварии не обходятся без человеческих жертв. В ПДД животные не выступают отдельными участниками дорожного движения. Это вполне логично, ведь лошадь или корову не заставишь переходить дорогу по переходу. И здесь вся вина ложится на хозяина, который не следит за своими домашними животными, и они пасутся без присмотра. Данная проблема очень актуальна в нашей республике, и зачастую в населенных пунктах животные выходят на дорогу, и все это приводит к ДТП. И все же, как решить эту злободневную проблему, и кто в ответе за человеческие жизни, Аслан Гирюгов искал ответы на вопросы. В Карачаево-Черкесии сохраняется высокий уровень аварийности с участием домашних животных. Только за прошедший год было зарегистрировано 162 ДТП. Двое людей погибли, и 19 получили тяжелые травмы. Несмотря на то, что с владельцами животных постоянно проводится работа, статистика продолжает расти. На постоянной основе у нас заседания проводятся с привлечением, куда приглашаются все главы сельских поселений, поселковые, сельские поселения, муниципальные образования. Вот на последних заседаниях нами принято решение об активизации работы, в первую очередь пропагандистской направленности, то есть довести до граждан их неответственность за нарушение республиканского закона. Парламентом нашей республики в 2014 году был принят закон о порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных. Данное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа. Еще одна проблема – поиск самих хозяев. Ведь многие люди никак их не признают. Законом предусмотрено, что владелец должен чипировать либо таврировать животное в возрасте двух месяцев. Но так как это не делается, в случае ДТП хозяин остается безнаказанным. Более того, владелец животного обязан поставить это животное на учет как в ветеринарной службе, так и в муниципальном образовании, в хозяйственную книгу внести. Но в кодексе об административных правонарушениях нет статьи за отсутствие идентификации. То есть один закон регламентирует идентификацию животного, другой не накладывает за это наказание, за отсутствие этой идентификации. Если животное идентифицировано, мы можем установить владельца, соответственно, к владельцу будут применены меры административного воздействия. К решению данная проблема привлекается все больше людей. Ведь с начала 2021 года уже произошло 18 аварий по вине животных. Из числа сотрудников полиции и районной администрации создаются рейдовые группы, которые выявляют бесхозно пасущийся скот, и после чего он задерживается. Тревожит то, что статистика у нас идет в гору. Она не уменьшается, вот эта проблематика, она имеет тенденцию к росту. Поэтому мы бьем тревогу, мы хотим наладить такую обратную связь с населением, чтобы, так скажем, была поддержка непосредственно от жителей сельской местности. Очень плотно работаем мы с нашей фракцией в парламенте. Почему? Потому что сегодня у нашей фракции есть все необходимые инструменты для того, чтобы принять нужное количество этих правовых актов, для того, чтобы эту проблему решить в корне. Выход животных на трассу – это результат безответственного отношения их хозяев. Пока каждый владелец лошади или коровы не поймет, что своим халатным отношением он может загубить чью-то жизнь, данная проблема останется нерешенной. Аслан Гирюгов, Али Бастанав Рашитоков, Вести Карачаева, Черкесия.